Вспомнить основные правила дорожного движения, напомнить о знаках, разметке, ограждениях, светофорах и в целом о правильном поведении перехода через дорогу. Именно это главные цели открытого урока, который в лице «Спутник» провели инспекторы дорожного движения и общественники при поддержке администрации Самары. Лицеисты активно включились в диалог, понимая важность мероприятия. Чтобы смотрели на знаки и во время перехода через дорогу смотрели направо, налево, чтобы не было машин. Встреча состоялась в формате доверительного разговора, по итогам которого прошла викторина. В подарок все участники получили светоотражающие браслеты, чтобы быть заметнее при переходе дороги, поскольку сейчас световой день становится короче. Мы раздадим светоотражающие элементы, чтобы ребенок был обозначен на проезжей части, чтобы водители его видели и заблаговременно могли предпринять торможение или полную остановку транспортного средства. Так как в последнее время все популярнее становятся средства индивидуальной мобильности, которые любят в том числе и подростки, эта тема тоже среди важнейших на открытом уроке. Руководитель велоклуба сказал, что они на занятиях в первую очередь обучают правильному использованию экипировки, а также базовым правилам при использовании велосипедов и самокатов. Когда на практике дети отрабатывают свои пути перемещения от дома до школы, либо еще куда-то, они запоминают, где и как правильно и безопасно пересечь дорогу, где надо на зиму распешиться. Уже, не говоря, банальных правил зеленого-красного светофора. Повышение комфорта передвижения и безопасности не только детей, но и других участников дорожного движения – это одна из основных задач нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На это направлены и дорожные работы в рамках исполнения дополнительных контрактов на средства, выделенные по поручению главы региона. В этом году работами охвачено большое количество объектов. Особое внимание при ремонте и оснащении дорог техническими средствами безопасности уделяют социальным учреждениям, которые находятся вблизи проезжей части. При ремонте дорог всегда концентрируется внимание на применении технических средств безопасности, как я уже сказал, разметкой дорожные знаки и пешеходные ограждения, чтобы в комплексе это работало. И это действительно ведет к снижению травматизма на дорогах. В лицее «Спутник» не только встречают гостей и экспертов, но и на регулярной основе самостоятельно проводят различные занятия, посвященные безопасному движению в школу. Дети всегда заинтересованно смотрят на новые лица. Им всегда интересно, что им скажут, расскажут, покажут. И, наверное, если они с разных позиций, в том числе от родителей и от людей, посещающих наш лицей, услышат что-то новое, интересное, важное, даже если это повторится заново, наверное, это будет полезно. Сотрудники госавтоинспекции совместно с общественниками продолжат серию уроков о безопасности дорожного движения и в других образовательных учреждениях города. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.